Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжим недельную главу Хаэйсера. Очень важную тему давайте разберем. Потребность творить добро, потребность оказывать милосердие, потребность благодарить. Все это необходимо для формирования человека, настоящего нормального человека. Человек должен хотеть этого. Бог не испытывает ни в чем недостатка. Он щедр к нам. И вследствие этого щедрость это отличительная черта человека, отличающая, ощущающего связь с творцом, так сказали мудрецы. И наоборот, не важно сколько богатства у злодеев, он все равно будет стремиться приобретать, приобретать и отдавать ничего не хочет. Поэтому Элеезер, раб Авраама, искал для Ицкака девушку, которая проявит щедрость душевную и физическую душу. И когда Ривка сделала больше, чем он просил, предложил воды не только ему о верблюдом, он понял, что она отмечена богом и станет достойной супругой сыну Авраама. Так же и мы написано, проявляя щедрость другим. Находим наиболее достойных и суженных, и супругов, и друзей, и всего остального. Так мир построил. Еще очень важная вещь. Элеезер прибыл в Харам с молитвой. На встречу ему вышла Ривка. Там вода поднималась, видно было, какая девушка. Элеезер попросил, налила воды. И дальше написано, и поклонился человек, преклонился пред богом. Обратили внимание? Пошли дальше. Теперь ему надо от отца получить разрешение, потому что главный отец. Он рассказывает историю, Ривка, все. И все в порядке, говорит отец, все это от бога согласен. Что делает Элеезер? Что теперь? Поблагодарить их за согласие надо. Пожать руку, сказать спасибо. Нет, Элеезер что делает? Падает на землю. И было написано, когда услышал раб Авраама их слова, преклонился до земли пред богом. Второе это боже. И вот такая должна быть нас учат здесь первой реакции человека. Спасибо творцу, творцу мира. Естественно, это не убавляет от нашего долга там быть благодарности тем, кто конкретно сделал нам добро. Вот тот или тот. Кому-то надо заслуга принести нам добро. Но признательность, признательность первая ему. Вообще признательность за совершенное добро это краеугольный камень иудаизма. Но при этом нельзя забывать, что первая благодарность все-таки всегда идет творцу. И тогда это все будет хорошо. Написано, всегда представляю бога перед собой. Что это такое? Мудрецы говоря, это очень просто. Идешь в магазин попросил, помоги мне купить там то, что надо. Идешь в парикмахерскую, помоги, чтобы меня постригли. На экзамен тем более. То есть вот ищи бога, посоветуйся с ним, разговаривай как с близким другом, как с понимающим отцом. Так мудрецы приходили к величию. Обратите внимание, мы в жизни часто меняем главное на второстепенное, важное на малозначительное, пустое. Вначале не видим, потом увидим. Путаем то, что нам необходимо с тем, что нам хочется. И потом еще начинаем, кстати, отчаянно нуждаться в том, в чем нет пользы. Но мир немножко другой. Это мир испытания. Этот мир очень непростой. Наши мудрецы, кстати, говорили, что мера добра больше мира зла в 500 раз. Откуда это учили? Тоже историк. Когда Всевышний говорил, что будет помнить грехи отцов до трех-четырех поколений, а добрые дела до двух тысяч. Отсюда вывели наши мудрецы мира добра выше в 500 раз. Мы понимаем, что Всевышний – это добро. Он хочет для нас только добра. Может, мы никогда его не видим до конца. Даже зло, присутствующее там в мире, написано оно создано, чтобы принести добро. Таким образом, если мы осознаем такие вещи, как нехорошую часть, наказание идут за то, что оставили Тору, то представляете, 500 раз больше награды за возвращение к ней. Многие светские люди, не имеющие отношения вообще к религии, хотят продлить свое существование в этом мире. Меняют мир, что-то поменяют, только не в себе. Все хотят достиг всеобщего благоденствия, но только не меняя себя. Но не трудно убедиться, что в результате действий всех систем, всех людей разруха, и это из века в век повторяется. Казалось, надо бы задуматься о этих результатах. Нет, находят ответ. Не те люди, не такая система. Вот сейчас вот начнем. И что? Все то же самое. Не вхватка приоритетов. Надо сосредоточиться на том, чтобы культивировать доброту в этом мире. И главное – в себе. Начинать с себя. И мы получим другой мир. Был такой покойный рабе Авраам Иошуа Геши. И он всегда говорил, когда я был молодой, я восхищался умом. Теперь, когда я составился, я нахожу, что сильнее я восхищаюсь милостью. И в этих словах огромная мудрость. Именно это побудило вот Элиезера выбрать Ривку в жены Ицхаку, то есть выбрать ее в качестве первой в истории еврейской невесты. Милость принесла избавление мира, и она изменяет жизнь человека, и каждого из нас тоже. И она написали мудрецы, что вообще вот эти милости мелкие могут оказаться лучшей частью жизни человека. И вот эти вот малюсенькие, анонимные, непримоминаемые дела милосердия и любви. Поэтому надо разбрасывать это все. Надо дарить миру свою доброту. А он мир вернет. Кто думает, что не вернет, ошибается. Брахавы от слоха хороших посевов. Поехали. Спасибо.